Сама лодка Yukona 330 TSE 22 килограмма 700 грамм. Я немного подкачал баллоны, чтобы было проще ставить пайол. Советуем вам вот такой отличный мотор, это Heidi 9.9, сам лично пользуюсь этим мотором. Гарантия на швы и на ткань лодок Yukona 7 лет. Швы здесь сварные от пола и до верха скамеечки. Лодка идет как четырехместная, вот так выглядит лодка с алюминиевым пайолом. Всем привет, с вами Руслан, магазин мне лодку. Сегодня посмотрим пайольную лодку Yukona 330 TSE в двух вариантах. С фанерным пайолом и с алюминиевым пайолом. В этой коробке у нас Yukona 330 TSE в цвете камуфляж с фанерным пайолом. Все вместе в одной коробке. Размеры коробки упаковки 110 сантиметров на 66 сантиметров на 33 сантиметра. А в этой коробке алюминиевый пайол для Yukona 330 TSE. Это для тех, кто хочет лодку с пайолом, с алюминиевым. Размеры упаковки 105 на 68 на 15. Содержимое коробки. В коробке у нас находится сумка с полами. Также в этой сумке стрингера, насос, весла. Это вот в этой сумке. Вторая сумка большая. Это лодка. Сама лодка Yukona 330 TSE. И в подарок идет комплект накладок с сумкой. Две накладки и одна сумка. Давайте посмотрим содержимое. Открываем сумку с лодкой. Большой мощный замок молнии. И здесь мы видим шкуру лодки. То есть здесь в этой сумке ничего нет, кроме лодки. Ну и паспорт к ней. Подарок накладки с сумкой. И давайте смотреть вторую сумку. Что находится здесь. Здесь находятся весла с колпачками из ПВХ. Защита такая с упаковки. Отлично. Здесь есть стрингера. Две штуки. Ну судя по ширине, здесь по толщине, под фанеру 9. 9 мм. Здесь находится 5-литровый насос. Здесь же находится ремонтный набор. Клей, ткань и кольцо крепления мотора к трансу лодки. Страховочное. Это все вот в таком пластиковом пенале. Здесь же находятся банки на сиденье. Пропитка со всех сторон. Влагостойкая фанера. Крепление электрослитпаз. Две скамеечки. Ну и также паёл. Паёл. Толщина, судя по всему, 9-ка. 9 мм фанера. Сразу установлены алюминиевые профиля на паёлах. Их отдельно крепить не надо. Здесь уже все установлено. Вот так выглядит паёл фанерный для лодки Yukon 330 TSE. Ну а сейчас давайте все это взвесим по частям. Сколько весит. Кура лодки весит 22 килограмма 700 грамм. Две скамейки. 4 килограмма ровно. Паёлы в сумке 13 килограмм 200 грамм. Весла 1,5 килограмма. Стрингера 1 килограмм 100 грамм. Алюминиевый паёл со своим набором стрингеров. Здесь 4 стрингера. И с сумкой 19 килограмм 300 грамм. Лодка аккуратно упакована. Здесь целлофан. Здесь колпачки на клапанах. На крышках от клапанов стоят, чтобы не повредить лодку при сворачивании. Здесь защитная пенка на трансе. Накачивать будем нашим насосом Marlin. Проверенный уже пользуемся более трёх лет. Где купить, смотрите здесь вверху по ссылке. Лодка состоит из трёх отсеков. Два кормовых, один носовой. И четвёртый это надувной киль. Лодка килевая, паёльная. Подключаем насос к клапану. Этот насос может докачать до заднего давления и отключиться автоматически. Ставим 250 милибар. Это для накачивания баллонов. И начинаем накачивать. Я немного подкачал баллоны, чтобы было проще ставить паёль. Начинаем установку фанерного паёла сначала. Ставим носовую секцию. Далее подсоединяем следующую секцию. Здесь профиля алюминиевые уже установлены на паёлах. Просто стыкуются один в другой. И таким образом ставим весь паёл. Я скрепил все секции паёла между собой. Выровнял. Осталось поставить стрингера. Здесь их два. В случае фанерного паёла. Ставим с одной стороны. Так, всё. Стрингер поставлю. И точно так же с другой стороны. Я собрал лодку Yukon A330 TSE. Версия с фанерным паёлом. Давайте кратко пробежимся, посмотрим. Это цвет камуфляж плюс чёрный. На боку эмблема Yukon. На лодке установлен леерный трос. По левому, по правому борту. Вёсла на поворотных уключенных. С фиксаторами. Гарантия на швы и на ткань. Лодок Yukon 7 лет. Швы здесь сварные. На всех лодках Yukon швы сварные. На конусах установлены ручки. Для того, чтобы один человек мог сзади переносить лодку. К трансу вернёмся в последнюю очередь. Давайте пройдёмся по периметру лодки. Привальная лента с брызгой отбойником стоит. За неё крепить тент можно. Красивая ткань камуфляж. Лодка состоит из трёх отсеков. Один отсек кормовой. Второй отсек кормовой. Носовой отсек здесь накачивается. И четвёртый надувной отсек это надувной киль. Лодка с килем. Банки или сидения, установленные на крепление электрослик паз, могут двигаться вдоль борта лодки. Носовая часть. Эмблема Yukon. Рым-ручка. Для буксировки, переноски лодки. Лодка с килем. Можно глянуть. Вот так выглядит киль накачанный. Второй борт всё то же самое. Ну и теперь давайте посмотрим на транец. Транец лодки. Эмблема шильдик стоит Yukon 330 TSE. Максимальная мощность мотора 15 лошадиных сил. Вес 40 килограмм допускает мотор. Давление в баллонах 250. Пассажиры вместимость 4 человека. Грузоподъёмность лодки 570 килограмм. Сливная пробка здесь есть. Установлена по центру. С внутренней стороны на лодке пластиковая накладка крепления мотора. Здесь отверстие, куда устанавливается кольцо крепления страховки мотора. Оно идёт в комплекте. В зипе лежит. С обратной стороны транса, с внешней, стоит накладка фанерная для крепления мотора. Сливной клапан по центру. Брызговики стоят сверху. Снизу брызговиков нет. Трансовые колёса здесь подойдут прямые вниз, без наклона можно. А вверх под углом, если хотите перекидные колёса брать. Мощные пластиковые стаканы стоят, на которых вклеен транец к баллонам. Ткань здесь идёт 850 грамм на метр квадратный. ПВХ. Гарантия на ткани на швы 7 лет. Лодка имеет фанерный паёл. Секции алюминиевые профиля, вернее, уже установлены на секциях пола. Ничего крепить не нужно отдельно. Устанавливать их просто вставляется одна секция в другую и всё. И эта конструкция скрепляется вот такими алюминиевыми стрингерами по бортам лодки. Сейчас по длине всё это померим. Итак, давайте пробежимся по основным параметрам лодки. Её длина 330 сантиметров. Это габарит, который замеряется от носа лодки и до концевиков баллонов. 330 сантиметров. Ширина лодки. Это тоже её габарит. 154 сантиметра. Диаметр баллона. 42 сантиметра. Внутреннее пространство. Очень важный параметр. Замеряется от баллона внутри и до трансовой доски 237 сантиметров. Ширина лодки внутри от баллона до баллона ширина кокпита 70 сантиметров. Если замерять по полу лодку, прям по паёлам, то 83 сантиметра. Скамеечка. Её длина 81 сантиметр. Ширина 20 сантиметров. И высота от пола и до верха скамеечки 32 сантиметра. Это без учёта накладок, просто до верха. 32 сантиметра. Теперь давайте... А, кстати, к лодке подарок идут вот такие накладки. Одна накладка с подсидельной сумкой. На одну скамейку крепится. Вторая накладка без сумки, просто мягкая накладка на сиденье. То есть это уже ничего дополнительно покупать не надо. Это идёт в подарок с лодкой. Давайте по трансовой части посмотрим. Толщина трансовой доски 18 миллиметров. В месте крепления мотора 4 сантиметра. Важный параметр – высота транса. Это лодка под мотор стандарта S. Высота от киля, от середины транса и до верха 39 сантиметров. Это обычный стандартный транец паёльных лодок. Примерно 39 сантиметров. Стандарт S. Смотрим на защиту лодки под днищу. Лодка достаточно защищена. Здесь стоит защита привальными лентами 6 сантиметров шириной по всему баллону. По левому и по правому борту. Также защита привальная лента 6 сантиметров шириной по килю. То есть лодка достаточно защищена. Все места, где лодка трётся о берег, под надёжной защитой. Ничего больше придумывать не надо. Давайте посмотрим размещение в лодке. Захожу в лодку. Это паёльная лодка. Фанера здесь 9-ти миллиметровая. Достаточно удобно ровный пол ходить. Сажусь на место рулевого. Управление мотором удобное. Лодка идёт как четырёхместная. В принципе, места для четырёх здесь достаточно. Одного можно посадить в носовую часть, двое на скамеечке и один рулевой. Бак лодочного мотора можно разместить здесь под скамейкой. В принципе, места для четырёх здесь достаточно. Лодка 330-я. Сажусь на место пассажира. Да, в носовой части ещё есть место для одного человека. То есть, в принципе, здесь достаточно просторно. Кокпит ширина 70 сантиметров. 42-й баллон достаточно большой для большой волны до 40 сантиметров. На эту лодку можно ставить мотор 15 лошадиных сил. Либо, чтобы не регистрировать 9.9, советуем вам вот такой отличный мотор. Это Хайди 9.9. Сам лично пользуюсь этим мотором. Отличный, надёжный, никогда не подводил. Идеальный вариант. И по цене. Цена, качество 2 года гарантия на него. Либо 9.9, либо 9.8 вариант. Для этой лодки будет просто идеальный. 9.8 на 10 килограмм легче, чем 9.9. Но 2Х спокойно на глиссирование он выводит. На шильдике здесь написано. Мотор до пятнашки. 9.9 это как раз пятнашка. Весит 36 килограмм. Здесь до 40 килограмм можно ставить. Пожалуйста. Отлично будет ходить. Я готовлю вариант этой лодки с алюминиевым паёлом. Паёл я уже здесь положил. Получается здесь 3 секции паёла. Раз, два, три. Они полностью алюминиевые. И профиля, вот эти вот боковые, торцевые, здесь тоже из алюминия. То есть стрингер, он здесь двойной. Одна часть, вторая часть, он крепится алюминий в алюминий. Носовая часть этого алюминиевого паёла здесь фанерная. И стрингера состоят из двух частей с каждой стороны. Они скрепляют между собой вот эти три секции алюминиевого паёла. Я поставил в лодку алюминиевый паёл. Это та же самая Yukona 330 TSE. Но теперь с алюминием. Носовая секция здесь фанера и следующие три алюминий. А стрингера здесь двойные. С каждой стороны два стрингера скрепляют три секции алюминия между собой. Вот так выглядит лодка с алюминиевым паёлом. Стрингера крепятся алюминий в алюминий. Высота от скамеечки и до алюминиевого пола, давайте тоже померим, 33,5 сантиметра. Эта лодка доступна в двух вариантах. Либо алюминиевый вот такой паёл, либо фанерный. Сегодня мы посмотрели отличную лодку, 7-летняя гарантия, российское производство, сварные швы Yukona 330 TSE. Достаточно лёгкая лодка, 42 баллон, 4-х местная. Плотность ткани 850. Два варианта паёла, либо фанера, либо алюминий. Всё сегодня посмотрели. Достаточно широкая внутри, 70 сантиметров для такой лодки. Мотор до пятнашки можно ставить. Отличный мотор-вариант, вот как у нас. Хайди 9,9, пожалуйста, 9,8 тоже будет идеально для этой лодки. Так что ждём ваших заказов. А с вами был Руслан, магазин «Мне лодку». До новых видеообзоров. Всем пока!